МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вести Татарстана в студии Алмаз Хакимов. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Обвинительное заключение зачитано. Суд по громкому делу полицейских дальнего, о чем говорят свидетели. Цены на бензин. Ситуация не лучшая, но контролируемая. Антимонопольщики страны съехались в Казань. Мясо с тротуара, стихийные рынки в Казани. Кому мешает стук топоров, а кого соседство устраивает? Дома, напоминающие отступающую армию. Что ждет жителей октябрьского городка? Конверты вскрыты. Названы лучшей работой международного фестиваля мусульманского кино. Сегодня в Приволжском суде Казани рассмотрели дело о насилии в отделе полиции Дальней. Прокурор зачитал обвинительное заключение бывшим участковым Ильшату Гарифулину и Рамилю Никбадзянову. Суд выслушал четверых свидетелей, среди них бывшие сотрудники отдела. По их собственным словам, они напрочь забыли обстоятельства происшествия. Подробности далее. Миллион рублей в качестве компенсации морального вреда по 500 тысяч с каждого обвиняемого. С такого искового требования началось сегодня заседание по делу бывших участковых отдела полиции Дальней. Брат погибшего Игорь Назаров сегодня первым дал показания. После вызвали свидетелей, бывших сотрудников отдела полиции. По их словам, они напрочь забыли обстоятельства происшествия. Самым популярным ответом на вопросы адвокатов и прокурора было уже не помню. Я считаю, что те показания, которые мы услышали именно от свидетелей обвинения, часть этих показаний мы будем трактовать как доказательство в пользу защиты Никбадзянова. Последним выслушали знакомого Сергея Назарова. Мужчина в подробностях рассказал о событиях, которые предшествовали трагедии. В тот день мужчины зашли в магазин за выпивкой и по словам свидетеля у кассы Сергей Назаров шепнул ему, что намерен украсть шоколадку. Именно этот момент зафиксировали камеры наблюдения магазина. На основании этой записи бывшей участковой доставили Сергея Назарова в отдел полиции. Ну что спрашивали? Спрашивали, видел я, я не видел. Это раз? Как задерживали? Нет, как брал он что-то. А когда показывали запись, было видно, что он берет, а что, непонятно, может сдача. Эту запись ему несколько раз покажут в отделе. Там же он последний раз увидит Сергея Назарова живым. Подсудимые пока никак не комментируют слова свидетелей. Отдачи показаний они не отказываются. Просто очередь до них не дошла. Их адвокаты отвергают обвинение в служебном подлоге. Органам предварительности следствия считают достаточно доказательств собрано по обоим эпизодам, то есть по обоим квалификациям. Поэтому мы будем поддерживать эту позицию. Но в дальнейшем это уже по рассмотрению уголовного дела. Пока прежде времени говорить. Заседание продолжится завтра. Суд вновь выслушает свидетелей. Возможно, в зале появятся и врачи. Эльмира Заляева, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с режиссером и сценаристом Андреем Кончаловским. Обсудили вопрос развития культуры и кино в регионах. Гость рассказал о своих творческих планах. Напомню, народный артист прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии закрытия 8-го международного фестиваля мусульманского кино. К этой теме мы еще вернемся в течение выпуска. Сегодня в Нижнекамске запустили крупнейшую в России и в Восточной Европе основу новой линии по переработке полимеров. В церемонии участвовал Рустам Миниханов. Предприятие будет выпускать контейнеры для твердых бытовых отходов. До старта этого автомата все крупногабаритные мусорные контейнеры завозились в Россию из Европы. Через 5 лет Айпласт будет перерабатывать 80 тысяч тонн полимеров, отметил Рустам Миниханов. Сегодня мы видим продукцию, которая заменяет импортный товар. По качеству он не уступает мировому стандарту, а по цене и по логистике он находится здесь. Сегодня в Казани прибыл руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. В аэропорту его встретила премьер-министр Татарстана Эльдар Халиков. Глава УФАС участвует в дне конкуренции в России. Сегодня мероприятие открылось заседанием международной рабочей группы по вопросам развития рынков нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования. И сегодня же на заседании обсуждали цены на бензин. В странах она разная, где-то доходит до 80 рублей за литр. Ситуация в России тоже не самая лучшая, считают антимонопольщики. Репортаж Инны Даниловой. День конкуренции в России проводится с 2010 года. Впервые он проводился в городе Суздаль и был приурочен к 20-летию антимонопольной службы. Подобные же дни конкуренции есть во многих зарубежных странах Европейского Союза, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Сегодня в центре внимания были вопросы мониторинга и анализа оптовых и розничных рынков нефти и нефтепродуктов. Самая основная мысль, которую я бы хотела подчеркнуть, что мы работаем не для себя, мы работаем для потребителя, а для потребителя важнее всего конечная цена на нефть и на нефтепродукты. Таким образом, это основная задача нашей рабочей группы. Сопредседатель рабочей группы, генеральный директор австрийского конкурентного ведомства Теодор Таннер говорил о необходимости создания единой базы. По его мнению, это могло бы облегчить работу разным странам на мировом рынке торговли нефти и нефтепродуктами. Цены, в общем-то, различаются в мире. Скажем, в Европе они являются наиболее высокими. Примерно 2 евро за литр продается топливо. Скажем, в России и в США менее 1 евро за литр. Ситуация в России не самая лучшая, но она контролируемая. И мы полагаем, что достаточно хорошую базу может создавать эта сфера для экономики России. Завтра в рамках Дня конкуренции в России в первой половине дня будет обсуждаться вопрос о развитии рынков международной связи в роуминге. А во второй половине дня речь пойдет о необходимости повышения эффективности антимонопольного контроля в условиях глобализации мировой экономики. Завершится трехдневная работа этого международного мероприятия 13 сентября обсуждением проблем на фармацевтических мировых рынках. Инна Данилова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Устроили резню под окнами жилого дома. У одной из казанских многоэтажек развернули мясную лавку. Тоши робят в непосредственной близости от жилья. С такой жалобой сегодня в Вести обратились люди, которым ежедневно приходится терпеть стук топора и антисанитарию. Однако есть и те, кого такое соседство вполне устраивает. На чьей стороне закон? В ситуации разбирались наши корреспонденты. Вот на всю эту этажу слышно. Люди в какой нет, кого они рубят и как они шумят тут. Так, начинается утро в одном из домов по улице энергетиков. Жильцов уже больше года будет стук топора. Прямо под их окнами торговцы мясом разделывают туши. Мешают, мешают до 12. Сейчас они работают тут. Каждый день. Шаг-шаг-чаловы болтавляют. Стучат по доске и действуют на нервы. У меня давление свыше 200. Болеем, говорим, они слушаются. Раньше ставили у угла дома, теперь совсем близко, под окном. Машину с мясом ставят на пешеходной дорожке между домом и рельсами возле московского рынка. Здесь же рубят, взвешивают и продают товар. Народ выстраивается в очередь уже с 6 утра. За молоком, за мясом приезжаю. Где дешевле? А у меня я пенсионер. Мы здесь берем и будем брать. Спрос на мясо здесь только растет, поэтому отказываться от прибыли продавцы не намерены. Но закон запрещает торговлю продуктами животного происхождения на улице, объяснили нам сотрудники Росельхознадзора. Исключение составляют только организованные ярмарки. На них, как и в крытых рынках, за качеством следит ветеринарная служба. На улице контроль отсутствует. И она производится в антисеритарных условиях. То есть люди могут заразиться пищевой инфекцией, отравления могут быть у людей. Также вот недавний случай вспышки сибирской язвы в Алтайском крае. Уже около 100 случаев вспышек африканской чумы свиней по России уже имеется. Вердикт эксперта в государственном ветеринарном контроле однозначно разделывать мясо на улице запрещено. Штраф за нарушение физическим лицам от 500 до 1000 рублей, юридическим от 10 до 20 тысяч. Чтобы сюда наветались инспекторы, необходимо оставить жалобу по телефону или в интернет-приемной на сайте Росельхознадзора. Екатерина Кудин, Варят Мухамедянов, Вести, Татарстан. Сегодня мэр Казани Эльсур Мечин ознакомился с ходом работ на территории Октябрьского городка. В сентябре-октябре здесь полностью обновят систему центрального отопления и отремонтируют кровлю. В городке сейчас 12 домов, они находятся в муниципальной собственности. Три здания непригодны для проживания. Кап ремонта дома Октябрьского городка не видели с момента постройки. Эти дома похожи на отступающую армию. Как от Наполеона русская армия бежала, вот примерно такое станет жилого фонда. А мы должны походить на Казань. И это тоже Казань, это тоже у нас люди, поэтому просьба в соответствующем образом все работы организовать и ремонт сделать. Как беречь энергию – тема очередного конкурса ТАТ Энергосбыта. Компания продолжает прием рисунков. Кто может принять участие в состязании и какие призы ждут авторов лучших работ об этом сюжете. С каждым годом участников конкурса становится все больше. Ребята присылают не только индивидуальные работы. Они рассуждают на тему энергосбережения и рисуют на занятиях в детских садах, на школьных уроках. И отправляют свои рисунки всем классом или группой. Мне рассказали про этот конкурс в художественной школе. Моя учительница. Я захотела в нем участвовать. Захотела, чтобы мой рисунок увидели. В конкурсе участвуют ребята в трех возрастных категориях. Первая с 4 до 7, вторая с 7 до 10 и третья с 10 до 14 лет. Это уже третий республиканский конкурс рисунков «Солнечный зайчик». Его характерная особенность – новая номинация. Теперь вместе с художниками свои силы пробуют юные поэты и писатели. От них ждут лучшего рассказа или стихотворения об энергосбережении. И хорошие примеры уже есть. В жюри говорят, выбирать призеров с каждым годом становится все сложнее. Достойных работ очень много. Но даже тех, кому не достанется главная награда – ноутбук, поощрят подарками и почетными дипломами. Рисунки и рассказы можно присылать на сайт компании или почты в ближайшие клиентские офисы энергетиков. Главное, в своих работах юные авторы должны раскрыть тему энергосбережения. Заявки принимаются до ноября. Конкурс продлится до конца ноября. Мы хотим, чтобы наши ребята были более активны и присылали свои работы на конкурс. В общем, добро пожаловать на конкурс «Солнечный зайчик». Воспитать добросовестного потребителя можно только с детства, считают энергетики. И эта работа уже дает свои результаты. Как отмечают родители и педагоги, после участия в конкурсе юные художники совсем по-другому относятся к проблеме энергосбережения. Всех их отличает более бережное отношение к природным ресурсам. А именно такую цель и ставили организаторы конкурса. Василия Хузина, Илья Савельев, Вести, Татарстан. Сегодня в республиканском парламенте рассматривали проект текста Государственного гимна Республики Татарстан. Он должен звучать на татарском и русском языках. Сегодня были отобраны несколько работ. Итоги первого этапа конкурса подведут до 1 октября. В эти минуты в Казани проходит торжественная церемония закрытия Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Публики огласили имена первых победителей. И вот как только что стало известно, специальный приз получила картина татарского режиссера Сергея Яковлева «Аптека на проломной» и фильм «Потеря» режиссера Ильдара Ягафарова. Репортаж Карина Насурдиновой. Свет софитов, вспышки фотоаппаратов, блеск драгоценностей, сияние улыбок. Одно из самых красивых действий кинофестиваля «Красная ковровая дорожка». Звезды отечественного и зарубежного кино подъезжали к пирамиде на белых лимузинах и проходили в зал под бурные аплодисменты поклонников. Гости-участники фестиваля в роскошных нарядах поднимались по ступеням пирамиды под зонтами. Начался мелкий дождь, но это ничуть не испортило настроение гостей праздника. В кадр попали внучку Мусы Джалили Лилианна Вразашвили, гости с Востока, татарстанские режиссеры. В этом году в программе фестиваля три фильма республиканского производства. Следующими в кадр попал режиссер из США Дэниел Линдси. В столицу Татарстана он прилетел вчера. После экскурсии по Кремлю автор презентовал зрителям картину «Непобежденные». За этот фильм в 2012 году он получил Оскар в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Мой фильм о надежде, о внутреннем стержне в человеке. Он не о том, как человек побеждает в спортивном соревновании, он о том, как человек побеждает по жизни. Многие люди плакали во время просмотра, потому что документальное кино такого уровня способно вызвать в человеке эмоции. Далее поклонников порадовал актер театра и кино Валерий Златухин. Завершилось шествие блистательным выходом из лимузина Андрея Кончаловского. В течение пяти дней публику радовали ретроспективы его фильмов. Это очень важная вообще в том смысле, что культура, она не в Голливуде, а в каждой нации. Поэтому самоидентификация и защита традиций национальных. Сейчас звезды заняли места в зрительном зале, где проходит торжественная церемония закрытия. В этом году жюри назовет лучших по 16 номинациям. Карина Насурдинова, Равка Дзиадзинов, Вести, Татарстан. Сейчас мы прервемся на прогноз погоды, а потом вновь вернемся в студию Вести. Генеральный спонсор прогноза погоды фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Как сохранить здоровье груди? Натуральный комплекс «Мостофит» с эндолами поможет сохранить здоровье и красоту груди. «Мостофит» от компании «Эвалар». 12 сентября в Татарстане облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Минимальная температура ночью 3,8 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртудного столба. Геомагнитное поле Земли слабо возмущенное. В целом погода не повлияет на самочувствие метеозависимых людей. 4,0. «Фести плюс» смотрите в 2 часа ночи. Их проведет моя коллега Ельмир Заляева. Далее федеральные новости. Хороших вам вестей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok